Крымский федеральный университет 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 Это результат наших последней дискуссии. Мы тогда как раз про предпринимательство необходимо, оно необходимо молодым людям. Я так, по крайней мере, воспринял, как ваш ответ на нашу дискуссию. Блеск и нищета инновационного предпринимательства, как человек, который точно понимает, что это такое, с чего оно может начинаться, чем оно может заканчиваться. И, естественно, распределение электроэнергии. Это новая и будущая рынка. И я прошу прощения, забыл сказать, сейчас вы являетесь за председателем группы EnergyNet, Национальной технологической инициативы. Верно? Вот. Тогда представляю, отдаю полностью вам слово Алексею Михайловичу. И я прошу каждого из вас. Ребята, у вас есть приложение, верно? В приложении вы сейчас можете генерировать вопросы, которые по окончании лекции будут выведены. Вы там дальше голосуете за эти вопросы, оцениваете их сами, задаете, голосуете. И в конце будут эти вопросы и к Алексею Михайловичу. Поэтому я желаю вам сейчас задать любые, на самом деле, которые помогут вам вырасти дальше и устояться в этой жизни. Все. Удачи. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Коллеги, потому что я свою основную специальность считаю инженерную, а тут формально конкурс инженеров. Так что я тоже инженер. В этом смысле ваш коллега. Поправить позволю себе Андрея Павловича. Я действительно вынужден был уйти из компании, группы компании, которую я создавал в 2014 году, но вовсе не из-за того, что я решил, что политики для меня важнее, а по причине более прозаичной международной страны, которые потребовали этого шага просто для того, чтобы не удопить крупную компанию, которая со мной больше не может иметь никаких общих дел. С тех пор я успел побыть председателем законодательного собрания города Севастополя. Слава Богу, с этой день я все закончил в 2015 году. И вот с 2016 года занимаюсь новым, как я это себе посчитал, пятым инженерным управлением в жизни, создав небольшую компанию, стартап. Я немножко про нее расскажу. Ну а теперь, собственно, к теме сегодняшнего разговора. Когда Андрей Павлович предложил выступить и представил, где я буду выступать, для меня возникла некоторая проблема, связанная с тем, что, с одной стороны, я не люблю общих философских рассуждений, как нормальный инженер, а с другой стороны, понимаю, что при таком широком профиле конкурса сложно говорить о конкретной инженерной специальности, которая, там, интересна мне, может быть, какому-то небольшому количеству людей здесь, но далеко не всем. Поэтому ничего более умного я не придумал, как бы вот такую смесь из двух составляющих, которые, в общем-то, между собой связаны. Первое будет касаться, ну, цель у меня была, собственно, одна, попытаться сделать так, чтобы, ну, не то чтобы большинству, но хотя бы некоторому значимому количеству из присутствующих в этом зале, эта лекция оказалась полезной. Поэтому я склеил из двух частей. Первая часть будет больше относиться к некоторым, ну, все-таки, так, то есть почти философским общениям, которые проистекают из моего опыта 30-летнего, как раз-таки, работы в сфере инвестиционного предпринимательства, продвижения ряда инновационных продуктов на международный рынок. А вторая часть будет касаться уже больше, там, моих сегодняшних специальностей, но как раз-таки в контексте инновационного предпринимательства. Ну, давайте посмотрим, что из этого, из этой смеси получится. Так, часть первая. Начнем с простого, с определения. Я не мудрство рукава взял его из Википедии, прочитал, в общем-то, согласился, поэтому позволил себе заимствовать. Не углубляясь в детали, отметим два основных признака, что такое инновация в том смысле, в котором я с ним согласился. Собственно, признака два. Первое – это нечто новое, второе – это нечто полезное. Определение мне кажется правильным, потому что при утрате любого из этих признаков я бы не называл это инновацией. То есть нечто новое и бесполезное, видимо, надо именовать, например, каким-то другим термином. Теперь немножко поговорим про основной ресурс генерации инновации. Основной ресурс – это люди. Ну и про профессии поговорим, потому что всегда требуется некоторая профессия. В общем, четыре основных игрока на поле. Если бы еще до пятого не выходят, четвертый не выходят. В общем, есть. Вот они все. Значит, если бы я эту лекцию читал лет двадцать назад, у меня бы второго персонажа слева не было. Но сегодня, поскольку большинство изделий, почти все изделия сегодня так или иначе, их, как называют, красивыми современными терминами, типа там, киберфизические устройства, то есть вот без этого кибер, ну уже просто никуда, почти ни в чем, поэтому появился программист. В стартаповской компании роли могут быть перемешаны. Зачастую один человек выполняет несколько ролей, это нормально. Но, тем не менее, некоторая как бы иерархия, она, в общем-то, в основном примерно такая. То есть пусть на меня не обижаются ученые, но они вот внизу находятся информационные пирамиды, над ними стоит инженер, который в состоянии, в общем-то, понять продукт, который состоит из набора технологий. Ученые делают технологии, они рождают новые знания. Ну, ровно как программисты рождают пуски кода, а, в общем-то, инженеры уже собирают в это самое киберфизическое устройство. Пусть на меня не обижаются инженеры, но над ним стоит предприниматель, который должен конвертировать этот продукт в них полезное, вот тут второе свойство предпринимательства, полезное для рынка. Еще раз скажу, что в малых компаниях, в стартаповских компаниях, значит, у них роли перемешаны. Это вообще лучший вариант, когда бизнесмен-предприниматель одновременно является ключевым инженером своей новой компании. А если он еще немножко ученый, то вообще с учеными разговаривать на одном языке, это совсем здорово. Но вообще это не обязательная структура, это просто так некоторые наводящиеся отражения. К слову сказать, всем известный товарищ Форд тоже когда-то был стартапером, и вместе с женой в гараже смешивал, бензин получал первый, тренировался. И на протяжении 20 лет подписывал все чертежи, которые выходили из его компании. Уже когда она была первым лидером по производству автомобиля, ни один чертеж не выходил из плодпоси Форд. Ну, поскольку сейчас все больше продуктов раздаются на стыке разных технологий, то и иерархия таких продуктов выглядит соответственно. То есть, как правило, это несколько разноплановых, основанных на разных технологиях продуктов, которые объединяются в один общий комплексный продукт. Теперь про деньги. Ну, предпринимательство, вообще предпринимательство, это часть бизнеса. А бизнес — это свойство зарабатывать прибыль. Без денег никуда. И все в этом мире тленно. Не только люди, мироискалы, моря, но и продукты тоже, к сожалению. Они рождаются, живут, умирают, взрослеют любые. Вопрос только, вот в принципе, вот эта диаграмма, она всегда есть. Другой вопрос, что здесь нет по осям конкретных данных, которые зависят очень здорово от конкретного продукта, от конкретного рынка. И каждый продукт в своем младенческом периоде требует затрат. Прибыль идет со знаком минус. Некоторое время. Если вот это условно жизненный цикл обычного продукта. То есть, грубо говоря, кто-то обнаружил, что вообще говоря, есть возможность, вложившись и раскрутившись, в общем-то известный продукт на каком-то рынке раскрутить. Ну, примерно это вот так будет все выглядеть. И характерным здесь является, что срок жизни обычного продукта, как правило, намного больше срока, необходимого на его разработку и создание. Ну, просто потому, что он известен. Каких-то проламывать совершенно новые знания и создавать не приходится. Создание такого продукта гораздо проще. Хотя выход с ним на рынок зачастую невозможен. Потому что просто все ниши заняты. В этом смысле продукт инновационный, в духе того определения, о котором мы уже говорили, имеет несколько другую характеристику, характерную, кривую жизненного цикла. Во-первых, он требует гораздо больше, как правило, это все, конечно, в среднем, больше и дольше стартовых затрат, просто потому, что приходится решать задачи, которые не решал никто. Это длится дольше, этот младенческий период, и поэтому требует гораздо больше вложений. Надо сразу сказать, что еще и в отличие от обычного продукта, когда вы себе представляете, что вы получите, в данном случае нет никакой уверенности, что этот продукт в итоге получится и будет востребован на рынке. Поэтому вот это жизнь счастливого инновационного продукта, то есть продукта, который, будучи разработан, попробирован, пошел в жизнь. Из плюсов. Вы видите, что здесь норма прибыли становится гораздо больше, чем у обычного. Но это если вы хорошо его сделали, конечно. Если вы угадали, ваша норма прибыли становится больше, и вы, в общем-то, некоторое такое монопольное, полумонопольное положение, вытекающее из новых потребительских свойств, которые вы сделали более ценные для потребителя, извлекаете. Но, как правило, вот этот период взрослости, с галстуком, он длится не очень долго, потому что мир сейчас связанный, многообразный. И, грубо говоря, через относительно короткий промежуток времени, который зависит от технологий, может исчисляться от месяцев до лет, у вас этот продукт дырят. Ну, повторяют. Есть разные страны, которые представляют собой, с одной стороны, являются большими рынками, а с другой стороны, черными дырами, с точки зрения международного патентного законодательства. Я думаю, что вы даже догадаетесь, о чем я. Хотя, надо сказать, что не только они на этой почве развлекаются, а, в принципе, это свойственно всем нациям и народам, ну, до той степени, до какой это возможно. В ограничении копирования их несколько, и патенты в этом плане далеко не самая существенная защита. Самая существенная защита — это, как раз таки, ноу-хау и скорость. То есть та скорость, которой компания способна создавать новые продукты, и наличие внутри этих продуктов каких-то внутренних скрытых свойств, которые очень трудно повторить. Ну, так или иначе, действительно, происходит обычно так, через достаточно продолжительное время, соизмеримое с временем разработки, у вас этот продукт воруют и повторяют. И на ваш же рынок начинают выходить его предлагать. Если вот это всё у ваших конкурентов получилось, то этот продукт превращается на некоторое время в обычный. То есть он входит в обычную конкурентную среду с соответствующей нормой прибыли, ну, в зависимости от отрасли. Но, как правило, эта норма прибыли не исчисляется двузначными процентными цифрами. Ну, а потом, соответственно, умирает. Понятно, что, несмотря на то, что вот интеграл мы имели достаточно приличный, но всё-таки вот та диаграмма зелёненькая, которую она нарисована, у нас её скорее хочется назвать диаграммой однодневки, да. То есть вот украл, выпал в тюрьму. Собрались, разработали новый продукт, прибыль получили, разбежались. Это не модель такой долгограющей деятельности в силу того, что этот самый инновационный продукт живёт относительно мало на рынке. Для того, чтобы из этого сделать такую консистентную модель деятельности, нужно вот этой деятельностью заниматься всё время. Ну и тогда, сложив всё это, мы получаем модель постоянной, ещё высокоприбыльной деятельности. Один нюанс. Надо всё время, без конца, придумывать новые, лучшие на рынке продукты. Если вы научились это делать и доводите их до ума, вы сможете зарабатывать хорошую прибыль, грубо говоря, всегда. Если вы всегда будете уметь разрабатывать продукты, которые бегут чуть впереди рынка. Ну, самое время подвести итоги. Блеск. Ну, как бы, блеск и нищета. Был такой фильм советский или французский. Кто знает продолжение, тот меня поймёт. Уходить там в Ильфа и Петрова, ведь блеск и брак не хотелось, поэтому блеск и нищета. Ну и так, первое. Это интересно. Такой наркотик своеобразный. Второе. Всё вообще, все изменения в этой жизни, в нашей вот среде, они происходят от таких сумасшедших людей, которые встали на эту пыль. А это вызывает определённую внутреннюю гордость. В случае удачи, как я уже сказал, это обеспечит большую или существенно большую норму прибыли, чем обычный продукт, чем неинновационное предпринимательство. Ну, на этом блеск заканчивается, начинаются проблемы. Первое. Это очень нетривиально. Это сложнее, чем создавать обычный продукт. Второе. Я уже сказал, оно живёт недолго. Третье. Оно сопряжено со значительными рисками, то ли будет, то ли нет. Ну и четвёртое. Новатор – это любимое блюдо полбольшого бизнеса. То есть немножко расшифрую этот тезис, который освоил достаточно хорошо за прошедшие годы, потеряв все эти иллюзии в отношении того, как устроена экономика человечества. И инновации в частности. Большинство крупных корпораций, которые на службу, неважно в какой области человеческого знания и деятельности, они работают, не очень креативны в части создания чего-то нового. Как раз-таки большинство новых продуктов на самом деле изначально рождаются в компаниях малых и самых стартаперов. А большие корпорации, как раз-таки большие специалисты по скупке таких компаний. И вот чтобы было бы на самом деле-то и ничего, ну как некоторые модели. Одни разрабатывают, продают свой бизнес, а другие его раскручивают до невыносимых международных, межгалактических пределов. К сожалению, это счастливый путь, который находится в преобладающем меньшинстве случаев. Большинство скупок стартапов, с компанией большими корпораций производится с целью уничтожения технологий. Ну просто уничтожение потенциального конкурента. Но оказывается, что вот большая компания, как правило, в итоге выстраивается в такую большую бюрократическую иерархическую структуру, и совершенно неважно, честно, она или государственная личность. Просто большая бюрократия. И она не способна к серьезным изменениям, поэтому гораздо проще у них есть для этого ресурсы и политические, и финансовые, не дать, чтобы что-то новое появлялось, чем это поглощать, переваривать и мультиплицировать. Конечно, так происходит не всегда, но, к сожалению, должен признать, что из того опыта, который есть у меня, скорее это самый популярный способ взаимодействия инновационных компаний и международных корпораций, чем редкий. Собственно, первая часть на этом закончилась. Я позволю себе третий к части второй. И поскольку я тут уже достаточно долго говорю, придем в другой жаммор. Я задам вопрос. Знаете, как сейчас там всякие телешоу, как это, а что это такое? Угадает кто-то? Ну да, но нет. Более точное решение не в этом лежит. Ну неужели никто? Ну начните для себя перечислять фамилии этих людей, кто их знает в лицо. Только Тесну знаете. Кулон, Гаусс, Вольта, Ампер, Ом, Фарадей, Максвелл, Вебер, Герц, Генри, Тесла, Симмитс. Исаак Нюнов как-то сказал, что если я ее видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов. Но вот эти люди, по сути дела, совершили третью революцию промышленную, которая гораздо круче, чем та четвертая, в которой мы находимся. Почему она круче, я сейчас объясню. Так еще будет один вопрос. Идите вообще. Слишком общим. Более частным. Ну в контексте сегодняшнего, названия сегодняшнего деклара. А? Нет. Это все, ну это понятно, потребительские товары в том или ином виде. Которые мы привыкли, они нас окружают, нам с ними хорошо и удобно. Все они появились, вообще их рождение стало возможным благодаря освоению человечеством технологии распределения электроэнергии. Ну если с мамочки, телевизором и холодильником, и бродвейом, я думаю, тут все понятно, и с трамвая, то позвольте мне про водопроводные гранты и мне нас прокомментировать. Ну если вдуматься, то ни система водоснабжения, ни система, как красиво говорят, водоотведения, не работает без насосов электрических, без насосных станций. Соответственно, без умения человечества распределять электроэнергию, вот не будет этих плат цивилизации и этих, не только света. Автомобиль, ну вроде бы все на борту сам несет, никакое ему распределение, никакой электроэнергии не нужно. Точно. До первой заправки. Но ни один заправочный комплекс без умения человечества распределять электроэнергию не работает. Ну, конечно, самолетом понятно, да? Ни один аэропорт тоже без этого работать не будет. Что же такая дикая технология, вот в основе которых стояли эти самые гиганты, которых я вам показывал, именами которых названы электромагнитные единицы измерения, которая стала примерно где-то только в середине 20-го века всеобще доступной. Почти у всех. Ну вот такая вот примитивная штучка. Ну, эта штучка, эта технология включает все-все компоненты, все вот эти составляющие, внутри каждой свои маленькие компоненты. То есть это целая большая-большая отрасль. В итоге за приемлемые, доступные для большинства человечества деньги каждый потребитель может быть подключен к этим планам цивилизации. Примерно 100 лет потребовалось человечеству, чтобы от первых практических опытов дойти до вот такого решенного состояния. Распределение электроэнергии, о котором сегодня я буду говорить, не говорю уже, это вот эта часть вот этого процесса. Здесь, естественно, это нарисовано в упрощенном варианте. Я предлагаю погрузиться чуть глубже в этот вопрос. То есть на самом деле вот это самая подстанция понижающая, вот которая первая стоит, понижающая трансформатор подстанция. Она скорее вот таким образом выглядит, тут их здесь две нарисованы. Если говорить про внутреннюю структуру, она вот такая. То есть это одновременно устройство, которое и понижает уровень напряжения до уровня, когда его можно раздавать потребителям, и одновременно является распределительным устройством. То есть из одной точки создает несколько точек. Вот эти черные точечки это уже трансформаторные подстанции более там 10 киловольт на 0,4 примерно. Но вот эти кружочки такие большие, это подстанции. Каждая вот такая древообразная структура называется фидером в энергетике. Она действительно древообразная. это система та, которая сегодня обеспечивает всех нас и вот этот зал в том числе. Она имеет свои ограничения. Ограничение состоит в том, что в случае аварии вот на этой веточке под питание включаются все потребители этой веточки. На заре создания электроэнергии и распределения электроэнергии видимо это не было проблемой по сравнению с отсутствием электроэнергии. А сейчас мы стали другими, у нас требования выросли, мы ожидаем больше надежности и вот здесь возникают естественные технологические ограничения увеличения этой надежности. В рамках такой системы единственным способом повышения надежности является увеличение количества веточек, то есть уменьшение количества потребителей подключенных к каждой веточке. А это в свою очередь увеличит сложность и цену. Соответственно вот это самое классическое распределительное подстанция. Соответственно у нас возникает такой некоторый парадокс, ну систему мы рисуем в виде такого соблышняка, говоря о том, что она радиальная. Вот как лучи расходятся эти питающие типы. И с сегодняшних позиций повторяю, мы как человечество говорим, что-то нам не нравится такой тариф платить за киловатт-часта, мы бы не проще поменьше. А жители деревень говорят, да и надежность бы при этом не хуже, а то три дня света не было в прошлом месяце. Я для чего все это рассказываю, чтобы показать, что сегодняшняя система имеет некоторые технологические ограничения, которые уже сегодняшняя потребность общества переехала, то есть она поехала дальше. И в общем-то возникает вопрос, ну хорошо, электроэнергию это мы всем дали еще в середине 20-го века, мы в дворе это уже какой год, и в общем у человечества появились новые потребности, на которые неплохо бы найти товарищи инженеры и ученые соответствующие адекватные ответы. На самом деле за хоть таких грандиозных изменений технологических и главное социальных, которые произошли во время первой волны создания вот этой электротехнической внедрения или распределения электроэнергии в середине 20-го века не происходило, но технологическая работа достаточно серьезная шла, изменения шли по разным направлениям и здесь я представлю некоторые изменения, которые мне кажутся наиболее существенными, которые или уже сыграли, или сыграют существенную роль, как мне представляется. в изменении распределения электроэнергии в будущем сразу прошу не хулить за это, в смысле за этот выбор. Во-первых, он абсолютно субъективный, в чем сразу признаюсь, это моя точка зрения, ну раз меня сюда пригласили, ну вот, получайте мою точку зрения. А второе, я просто здесь объективно не могу быть объективным, потому что здесь в том числе и ссылки на себя любимого имеются. значит, это железо, условно говоря, но в широком смысле этого слова. Это софт и феовое. Ну, некоторые слова, наверное, все-таки надо сказать про технологии. Валкомные камеры Джернелл Электа действительно перевернули коммуникационную технику, тогда они были достаточно убогие, сейчас это уже общее место во всем мире. полимерные изоляторы находят широкое применение, все больше и больше поедают остатки той технологии. хотя, видите, много лет прошло с 59-го года, но вот окончательного перелома еще не наступило. Ну, и так далее. Пожалуй, не буду вдаваться в детали, ровно как, наверное, и в сон. Можно лишь сказать, что изменения произошли технологически, вот так вот, незаметно-незаметно, очень существенные. Пожалуй, что, красивее всего, я придумал такой способ сравнения технологии базовой, как мы говорим, первой волны, и того, что мы имеем сегодня. Вот это масляный выключатель. Выключатель, это такая же штука, примерно, как выключатель в этом зале, ну, точнее, скорее всего, автомат, потому что он защитный, предполагается, защитный функции, но только классом 35 кило вольт, что на нем мы написали. Это 6 трансформаторов напряжения, для того, чтобы измерять напряжение, напряжение 35 кило вольт, и так уж просто измерять, такой отдельный прибор, хорошей изоляцией, делать масло наполненное, вот видите, такие штуки. Значит, размер, чтобы вам был понятен, примерно, но чуть больше, чем вот здесь на картинке, ну, чтобы масштаб у вас был в голове какой-то. Это 3 трансформатора тока, для того, чтобы вмереть ток в точку. Вот сегодня, когда мы все эти технологии собираем вместе, вакуумные камеры, новые приводы, полимерные изоляции, новые датчики, совершенно в другом принципе построены, то мы имеем вот такой трибур, кстати, российского производства, который забирает весь вот этот функционал в стриме с влёдом. Как вы видите, а плюс ещё. Эти датчики, которые стоят внутри, они являются широкодиапазонными. Вот эти не являются таковыми, то есть это индивидуальный подбор под точку установки. Там это широкодиапазонное устройство, которое измеряет гораздо точнее, вот всё это измеряет, отключает быстрее, включает быстрее, ресурс не ограничен, отслуживание не требует и так далее, и так далее, и так далее. То есть, за вот эти вот многие-многие годы, которые прошли после, так, вроде бы, не заметно, для электротехники, изменения, тем не менее, произошли очень существенные. И так практически во всех областях, вот этих базовых, которые, во всех базовых компонентах, которые были необходимы для того, чтобы развернуть эту технологию. Но самое время вспомнить про междисциплинарность. Но если мы так много достигли, мы, человечество, за последние 50-60 лет, в каждой практически компоненте распределительного комплекса, электрического электрораспределительного комплекса, почему бы нам не замокнуться на Вильяма нашего Шекспира и не подумать над тем, чтобы создать новые подходы, родить новые к распределению электрометра. Вот я попытаюсь это в реальном времени перед вами сделать. Вернусь к той картинке, которая была, кто её запомнил, вот это самое солнышко, классическая подстанция, которая является и точкой трансформации, и понижения напряжения, и распределения, которая имеет модель, указанной ранее недостатки. То есть её надёжность и себестоимость распределения электроэнергии в этой системе нас сегодня не очень не устанавливает. Ну и теперь давайте посмотрим, что с этой системой можно сделать. Я топологию сети нарисовал. Я говорил уже о том, что единственный способ повышения надёжности в этой системе является увеличение количества фидеров. здесь можно поступить вот так, хулиганским образом. Смотрите, что произошло. Мы уменьшили это самое количество отходящих линий от подстанции, одновременно закольцевав и создав замкнутую структуру основной сети. Вы знаете, вот эта модель очень похожа на правду. То есть для того, чтобы это сделать, оказывается, сеть электрическая так построена по жизни, что достаточно вывести из эксплуатации всего примерно 15% линий, что он бесплатно и даже в плюс идёт, потому что их не надо обслуживать и так далее. А построить надо всего 3-5%, чтобы вот с такой системой переконфигурироваться в этом. Что мы итоги получаем? У нас идёт радикальное упрощение подстанции, они перестают быть точками распределения, а превращаются только в точки трансформации. А теперь, получив вот такие устройства, о которых я рассказывал, если их поставить в сеть, мы вдруг получаем совершенно новое качество по надёжности. То есть когда у нас происходит авария в сети, у нас теперь вырубаются здесь и потребители фидера, а только какого-то относительно небольшого кусочка сети. То есть таким образом оказывается, что такая сеть, вот она в виде алмазика какого нарисовано по строительству идеальной, позволяет достичь, в общем, за что боролись. То есть и существенно снизить себестоимость, и существенно повысить надёжность. Собственно, такая вот уровень, часть всей этой истории почти закончилась в моей презентации. Мне осталось показать три модели, поскольку я всегда показать не могу, я туда промарширую, я туда покажу. Может, не обессудьте, головами покрутите немножко, кому интересно, а кому неинтересно, не покрутите. Что я собираюсь показать? Первая модель такой сети сейчас создаётся, я бы сказал, в мире первая модель такой сети, создаётся в САС в районе республики Крым. Ну, собственно, я вам хочу модель посетить, показать и прокомментировать, что мы сегодня имеем. Субтитры сделал DimaTorzok Крымчане должны узнавать родные берега, я надеюсь, да? Значит, вот это действительно то, что в конце года должно заработать эта модель описанной сети, офлайн модель, которая позволяет, как раз таки, она является результатом того преобразования, о котором я говорил, сетевого преобразования, насыщена вот этими современными компонентами, ну и позволяет проводить комплексный анализ сети, позволяющий достичь её существенного улучшения. Сетевая структура, мы в жизни, сами в своём организме сталкиваемся, имеем дело с сетевыми структурами, кровеносная система, нервная система, лимфатическая система. Ну вот распределение электроэнергии, это тоже такая распределённая структура, и как и по отношению к кровеносной системе, можно изучать уровень сахара в крови, склонность к тромбам и так далее, и так далее. Существуют разные способы анализа медицинского, которые позволяют нам увидеть картинку и сказать, хорошо с вами всё или плохо. Вот это тоже некоторые своеобразные способы анализа, реализованные в этой оффлайн модели. Ну в данном случае это один показатель надёжности, это другой показатель надёжности. Дальше можно смотреть про передачу мощности, средней, максимальной, можно смотреть на потери и видеть, какие места в сети являются проблемными и соответственно их чинить, то есть менять конфигурацию, менять идеологию и ты понимаешь где. На самом деле это становится только возможным, когда такого рода модель существует и сделан. Ну вот тоже важный показатель падения напряжения в сети, то есть качество напряжения, которое мы поставляем всем клиентам, здесь опять же раскладка, видно, что такое хорошо, что такое дефо, перегрузочная способность, которая говорит на запасах, которые есть в сети. Это очень вкратце, такой новый инструмент разработан и с помощью этого инструмента собственно эта сеть и спроектирована. Это уже результат перепроектирования и вот те самые параметры по улучшению надежности и достижению себестоимости, которые ранее заявлял, это уже результат этого практического уровня. Что делается дальше? Дальше создается система управления этой системой, которая очень на нее похожа, но это является онлайн-эской системой, то есть система реального времени. Но вообще говоря, это система здесь и сейчас. Это на самом деле система, здесь и сейчас мы на нее смотрим. То есть можно посмотреть и увидеть, как в данный момент времени протекает мощность, какие в данный момент потери и так далее. Уж не говоря про то, что всем этим можно управлять. Ну, если можно управлять, я не буду, потому что это реальные аппараты, смотреть можно, управлять пока не рекомендуется. Ну и последним слайдом, который я хотел показать, это, собственно, сравнение двух технологий применительно к распределительной подстанции. Это съемки будут с скуптора, конкретной подстанции под названием авангард Саргского района Республики Крым. Вот эта штука, это авангард, как он есть, а вот эти два белых пятна, это вот то, что, я надеюсь, станет стандартом человечеством лет, лет через десять-пятнадцать. Пойду на сцену. Так, ну вы прочитали? Так, это или грудь Кристалл, или другое. Ну, это вот вариант Грудь Кристалл, если все получится, да, действительно, на это рассчитываем. А если нет, то нет. Причем, к сожалению, для данной технологии это уже не технология, которую можно вырастить в лаборатории. Вот чем приятны были продукты попроще, их можно сделать, разработать, проверить, испытать, на соответствие стандарта у вас есть продукт. В данном случае мы говорим об изменении модели деятельности, которая основана на всех таких прекрасных продуктах, инструментах и технологиях, но без изменения модели деятельности существующих сетевых компаний, к сожалению, вот этого результата, который называется «блеск», не получат. А здесь уже вплетается масса дополнительных сложностей, которая выходит зачастую за пределы инженерной компетенции. Тем не менее, лично мы остаемся оптимистами и видим светлую будущую частность этого проекта. Завершая данное выступление, хочу поделиться надеждой, что если мне отчасти удалось достичь то, о чем я заявлял изначально, то есть сделать по-настоящему инновационный доклад, в котором было с одной стороны нечто новое, а с другой стороны что-то полезное, для некого значимого количества здесь присутствующих, то я считаю, что миссия сегодня выполнена. Спасибо за внимание. У нас же новые технологии, поэтому сейчас одну секундочку, ребята проводили голосование, вернее, ребята задавали вопросы, сами их читали, наверное, у них есть какие-то ответы в голове, но, по крайней мере, они хотят услышать от вас ответ. Мы сейчас выведем на экран вопросы, там есть процент, кому интересно, какая часть этих вопросов. Я посмотрел, ничего сложного. Ну, в смысле, такие сложные вопросы, как вы им задавали, они не задают, ну, в смысле, картинки, определите, что это, поэтому они корректно не пытались поставить тупик. На мой взгляд, ребята вели себя, только шуршали, когда вы двигались по залу, ни в одну сторону, головой крутили и все целиком. Вопрос к вам, как вам такой зал, до того, как вопросы выведутся? Ну, в таком формате, такой формат зал, это не кресло, правильно, обычные ребята полулежа, фактически в такой полуспящем формате слушают вас, насколько это соответствует... Знаете, я не всегда приятным образом отвечаю. Знаю, поэтому за это и ценю. Вы знаете, мне кажется, это несущественно. Вы меня извините. То есть это неплохо, если им удобно, замечательно. Главное, что, прошу прощения, в эти головах в том, они... Я с вами согласен. На чем они опираются? В том, что они не знают. Сейчас же очень много дискуссий о том, надо ли пускать мобильный телефон, надо ли допускать в зал. То есть, по сути, изменились гаджеты, изменились технологии, образовательные технологии остались. Теми же, вот это вот так называемое sage from stage, то есть мы с вами вещающая голова с трибуны, и хочется, чтобы вот эти ноутбуки, смартфоны не отвлекали от этой головы. Поэтому, вот видите, школы, они там забирают гаджеты. Министерство просвещения говорит, нет, в школу не проносить. Но мы в университете говорим, что нет территории свободы. Но все-таки университеты, школы, это немножко разные понятия. Согласен. Правда? Они же приходят к нам из школы, это же... Слушайте, ну я, слава Богу, не преподаватель, это ваша проблема, да? У меня проблем не было. Отлично. Все, мы же готовим новое поколение, кто-то не будет преподавать. Так, вопросы есть, Сергей Михайлович? Ну тут по процентам можете начать, либо с более сложных, либо с более интересных вопросов. Какова конкурентоспособность российской инженерии и мировой экономики? Я думаю, что на сегодняшний день, за исключением точечных отраслей, невысока. Если брать в качестве мерки, например, Советский Союз, который позволял себе быть конкурентоспособным почти во всех или в большинстве существующих технологических отраслей. У нас это не так сегодня. У нас есть отрасли совсем не слабые, которые связаны в том числе с разработкой программного распечения. Например, как известно, в России в виде чуть ли не единственной или пары компаний является одним из лидеров в области антивирусного программного обеспечения, ну и ряда других подумают. Да, ну вот в технике все хорошо, должен сказать. Ну, в электропарадостроении тоже одни из лидеров. Ну, в общем-то, это скорее точечные такие успехи. Вот так я отцениваю ситуацию, проболтавшись 30 с лишним лет на международных технических выставках. Вот, следующий по порядку, да? Как сделать так, чтобы я, а не кто-то другой, разбогател на моей инженерной разработке? Вы знаете, я вот как-то сказал, способ защиты от копирования, их существует несколько. Многие думают, что правильные патенты – это существенная защита. Это некоторая защита, но далеко не существенная. Патенты вообще в основном делают не для того, чтобы защитить разработку, а для других целей, например, для увеличения капитализации компании. И также упомянул, что более эффективными способами защиты являются скорость разработки и сложность разработки, то есть наличие ноу-хау-технологий. Поэтому, мне кажется, немножко парадоксально опять же отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что если вы всерьез заболели вот этим вирусом инновационного предпринимательства, вас не будет в существенной степени волнать вопрос, кто разбогатеет на ваши разработки. Вы точно не разбогатеете. У вас будет гораздо больше денег, чем у вас будет времени их тратить, но если вы на самом деле преуспеете. И этот вопрос вам сообщил на одни годы. Ну, понятно, я сужу все со своих позиций и могу заблуждаться. Свой вариант вопроса. Вообще, я приехал сюда, больше ответы давал. Я не знаю, возможно, этот вариант остался из шаблона, я так предполагаю. Потенциал университета, как драйвер инновационного предпринимательства, имели ли смысл НИП? А что это, НИП? Да, я сейчас расшифрую вопрос. Это в образовательной среде все слова понятны. Обычному человеку драйвер инновационного предпринимательства это инициатива министерства, которая появилась где-то года три назад и сказали, что университеты могут стать драйверами инновационного развития региона. Это первое. МИП – это фактически ООО, это форма хозяйствования, называется «малоинновационное предприятие». И, по сути, был закон, который позволял университетам создавать свои дочерние компании, которые в формате вот МИП, почему МИП слово, потому что у них были свои некие, у них есть свои некие небольшие льготы в плане передачи университетам своей дочке каких-то активов. Поэтому, по сути, это ООО, которое создается для того, чтобы вывести инновационную разработку на рынок. Идеология была такая, появилась лет 15 назад. Ну, я думаю, что это несколько трансформированная идеология, которая появилась гораздо раньше, например, когда мы создавали, еще в Советском Союзе, на всякий случай, замечу, малое внедренческое предприятие «Таврига Электрика» в 90-м году, которое уже было разрешено создавать частные компании, но это еще был Советский Союз. Именно вот этот статус малое внедренческое предприятие, как раз и предполагал, эволюционное предприятие, которое обладало рядом, в том числе, налоговый привод. У нас вообще, по-моему, лоб на прибыль ноль, а это очень существенно было, потому что это освобождало от практической отчетности перед налоговой инспекцией, потому что, чтобы они в невреда не нашли, все равно лоб ноль, ты никому не интересен. На стартом этапе это действительно очень помогало. Поэтому я думаю, что это какое-то стильнее ремейки, из того того, представьте себе много-много лет Советского Союза, плановой экономики. И тут кто-то придумывает этот закон, который в этой плановой экономике становится реальностью. Поэтому я не думаю, что это такой же светский балхол. Нет, здесь по сути, я так, если перефразировать, более системный вопрос, нужна ли здесь какая-то поддержка системное государство по льготам небольшим компаниям, которые выводят инновационные продукты. Вот здесь больше знаете, я думаю, что она точно совершенно не является лишней, с одной стороны. С другой стороны, я убежден, что она не является определяющим. То есть, как ни крути, то самое инновационное предпринимательство, за ним стоит прежде всего всегда личность, которая сломает все барьеры. Поддержка замечательная, нет поддержки, тоже ничего. Поэтому я думаю, что только в этом случае появляются нормальные и воскресенькие понимания. Я вот здесь хочу на самом деле поделиться с аудиторией. Лет пять назад, да, наверное, когда общался, я вот с еще компанией Тавридова, может быть больше, я оказался в компании Тавридо Электрик. И тогда как раз мы обсуждали меня тогда еще проректор, нет, не пять, это уже больше, 10 лет назад. Я тогда еще был проректором по науке и я задал вопрос, а как компания Тавридо Электрик отбирает те проекты, которые надо финансировать. Они на меня посмотрели удивленно, ну вот Алексей Михайлович и команда посмотрели, говорит, ну все проекты, которые эффективны, надо финансировать. Ну я говорю, ну есть же ресурсы, надо распределять ресурсы. Он говорит, ресурсы вообще не проблема, их можно взять где угодно, в кредит, если проект эффективный, его надо реализовывать. Он говорит, не выбираем между эффективными проекты, кому давать. Я правильно? Да, правильно. Кстати говоря, если вы почитаете этого же Гейтса, он к тому же выводу пришел, говорил, что денег там на косовке не хватало первые два года, а потом не хватало идеи людей. Я ровно то же самое ощутил, то есть очень сложно найти хорошие идеи и сформировать людей, способность их генерировать. А деньги, ну если вы уперты в этом направлении и у вас достаточно таланта, большое обращение, то деньги это вообще идут. Даже ты не хочешь, они приходят. Это с пониманием, да. Ребята, мы желаем вам того же, что пришли к этому, что деньги не про идея, самое главное. Нет, да. Ну я бы доверил, по крайней мере, и опыт, как я вижу, реально пошли кондукционных предпринимателей, которые тоже вокруг этого являются. Какие перспективы блокчейнена в распределении сбыта энергетических мощностей? Честно говоря, не совсем моя тема, вряд ли я квалифицированно прокомментирую. Я про это много слышал, про это много говорят, но если есть перспективы, люди должны этого добиться. Я так понимаю, не столько в распределении, сколько в сбыте, да? Видимо, сбыт это канал. Благодаря, немножко не моя тема, то есть это уже потребительские сервисы, ну, как бы, не моя профессия. Ну, не нежестая моя профессия. Не хочу ни профессионата комментировать то, в чем я очень хорошо разбираюсь. И последнее. Перспективы поддержки технологических стартапов корму в России в целом, как привлечь частные вечерные инвестиции. Не знаю, я как-то в жизни обошелся без этого. Ну, мне опять же, трудно говорить. Я пытался после 2014 года поработать на НИВе, ну, будущем законодательном собрании тем более, поработать на НИВе создания правил, которые должны теоретически создать такую среду, в которой вырастет там непонятно что и многое сразу. Может быть, я недостаточно долго в этом направлении напрягался, но и были там обстоятельства, которые не очень способствовали возможно успеху этой деятельности. И так или иначе, для себя я понял, что мне нужно просто заниматься конкретными делами, и я гораздо больше переуспею, чем пытаться создавать правила игры, которые может никак добыстить. Возможно, я и не прав, у Клода это получается, а у меня не получилось. Поэтому тоже. И так, ответы на руки. У меня подходят утилитарные. Бери и делай. Технологические, то есть спасение утопающего, здесь надежда, было бы желание, поддержка точно не найдется, правильно? Так, в мозгах, в желании, усилиях, это самое главное. Остальное все это условия, которые нужно принять, с ними и преодолеть. Тогда, если есть какой-то вдруг, тогда нет. Тогда мы благодарим вас, Алексей Михайлович. Аплодисменты. Я надеюсь, что еще будет возможность у нас завтра с вами провести панельную дискуссию, на которую я хотел бы обсудить будущее инженера. И для того, чтобы вот ребятам перед ними как раз эту тему проговорить с вами, с Алексеем Михайловичем, с Алексеем Ивановичем спасибо большое. Спасибо вам, ребята.